Я приветствую вас на нашей секции, посвященной здоровью растений. Знаете, мы в Сингенте искренне считаем, что главное, на самом деле, не наши продукты, не наши решения, а главное то, как мы работаем с нашими партнерами, как наши продукты и решения помогают достичь результатов, и мы вместе с нашими партнерами этому искренне радуемся. И сегодня мы как раз решили об этом поговорить. Первая наша секция называется «Мир зерновых». Многие из вас уже, наверное, слышали о новом фунгициде «Мира Веснео». Кто слышал? Поднимите руку. Вот, да, есть уже знакомые. Но на самом деле сегодня мы не будем делать рекламной презентации «Мира Веснео». Пойдет речь немножко о другом. Пойдет речь о защите зерновых культур и о результатах. Вторая секция – «Мир сада». В этой секции мы поговорим про качество яблок и как их достичь. И в завершении мы обсудим мир биологических продуктов и представим вам наше новое направление в Сингенте – это биологические продукты и питание растений. Ну что, мы начинаем. Добро пожаловать в мир здоровых растений. И я с радостью представляю мою коллегу, старшего технического эксперта, кандидата биологических наук Мария Мустафина. Добро пожаловать в мир здоровых растений. Скажите, пожалуйста, кто в этом зале знает меня? Если можно, руки. Так, я как в школе. Я просто почему спрашиваю, потому что я хочу с вами познакомиться. Я вижу, что люди не все знают. Что за человек стоит перед вами? Кратко. Помимо того, что моя работа тесно связана с микологией и фитопатологией, всю жизнь свою я занимаюсь наукой. И последние 10 лет у меня есть возможность совместить науку и практику, работая в компании Сингента. И сегодня мы с вами поговорим про мир зерновых культур. Но вообще зерновые культуры – это одно из основных и важных направлений нашего сельского хозяйства. Хлеб должен быть всегда на столе, как меня всегда учила и моя бабушка, и потом в дальнейшем во всех семьях, где бы я ни была. Если на столе нет хлеба, все сразу спрашивают, где хлеб. Поэтому мир зерновых культур – это то, что важно для каждой семьи, для каждого дома. Вообще, если посмотреть на зерновые культуры, мы с вами, чтобы вырастить и получить достойную пшеницу, достойный ячмень, прикладываем очень много усилий. Мы стараемся подобрать свою технологию, свою систему питания. Мы работаем с почвой. Выбираем с вами определенные сорта, которые нам позволят вернуть все то, что мы вкладываем в свою работу – наше время, наши силы и наш труд. Одним из инструментов, которые у нас с вами есть, это фунгициды. Вообще, если посмотреть, что такое фунгицид, прежде всего, хороший фунгицид и просто фунгицид должен отвечать своему самому главному назначению. Он должен быть эффективным лечением грибных заболеваний. Мы с вами достаточно давно применяем фунгициды и уже, в принципе, ориентируемся, что фунгициды бывают разные. Но помимо того, что фунгицид лечит, он обязан еще и защищать наши с вами растения после обработки. Мы не можем приходить и обрабатывать ту же пшеницу каждые 10 дней, правильно? Нам нужно обработать и хотя бы какой-то промежуток времени пойти на другие культуры, заняться чем-то другим, особенно в сезон. После появления определенных фунгицидов у нас появилось время. Есть фунгициды, которые защищают наши посевы 7 дней. Есть фунгициды, которые защищают 21 день или 3 недели. Есть такие фунгициды, которые дают нам с вами месяц форы, когда мы можем месяц не заходить в нашу пшеницу, пойти на сою, на кукурузу, на подсолнечник, просто отдохнуть в отпуске где-то с семьей, провести это время. Поэтому фунгициды очень важны и нужны для того, чтобы сохранить урожай. Плюс мы с вами, применяя фунгициды, учимся. Учимся, подбирая тот или иной инструмент. И в целом, если посмотреть, то качество фунгицидов в последнее время начинает появляться вопросы. Стали поступать сигналы, как правило, это крупные производства, национальные такие холдинги, просто интенсивные хозяйства, которые стали говорить о том, что на том или ином поле триазол не показал такую эффективность, которую от него ждали. И пять лет компания «Сингента» собирает эти истории. Приезжая на поля, мы проводим расследование. Просто собрать листочки и отправить их в Швейцарию. Это стоит очень немалых денег. И плюс квота, которую нам выделяют со штаб-квартиры, не очень большая. Но, тем не менее, на эти истории мы реагируем. Если этот фунгицид не был случайно не залит в бак опрыскивателя, либо что-то не случилось с форсунками и не случился какой-то форс-мажор, а провели хорошую качественную обработку, эти случаи мы собираем, чтобы понять. И вот вы видите на этой карте, что по мере того, как мы реагировали на сигналы, цвет на этой карте меняется. Там, где серый цвет, это не значит, что там проблем нет. Это просто те области, куда мы не заходили со сбором образцов, где не было нареканий на триазолы. То есть мы видим, что ксепториозу – это та пятнистость, которая способна унести до 40% нашего вала и повлиять на качество. Со временем грипп приспосабливается к триазолам, и мы видим, что обычные, привычные и любимые наши и необходимые нам триазолы не всегда эффективно способны работать. С триазолами есть одна тонкость. Если не работает триазол, мы можем либо поменять один триазол на другой, там существуют определенные группы действующих веществ. Допустим, если не работает один, можно заменить, либо увеличивать норму расхода. Но увеличивать норму расхода нам не даст свидетельства о регистрации, всякие системы, которые у нас сейчас есть, и мы не можем с вами сыпать бездумно химию. Также стали появляться сигналы, где люди видели, что что-то не так со стробилуринами. Первые два года мы видим, что зелененькие появлялись ответы, то есть все хорошо, шум был поднят напрасно. Но также потом у нас стали появляться в 2019 году три массива, три холдинга, где мы видели, что стробилурин работает не так, как хотелось бы. В 2020 году септория нам раскрашивает карту уже в другие цвета, и мы понимаем, что... Не сказать, что у нас стробилурины применяются прям так массово и широко. Нет, это не такой уж большой массив полей. Но, тем не менее, гриб приспосабливается, и гриб проявляет устойчивость. И если посмотреть на те образцы, 43 массива полей мы обследовали по триазолам, 54 по стробилуринам, и мы видим, что и к триазолам, и к стробилуринам появляются грибы, появляются штаммы, которые не работают уже с нашими привычными и традиционными системами фунгицидной защиты. Со стробилуринами, если появилась устойчивость, здесь вообще еще сложнее, чем с триазолами. Если стробилурин перестал работать, мы не можем не увеличить норму, мы не можем поменять один стробилурин на другой. Все. В данном месте мы не сможем больше применять стробилурин никогда, потому что эффективности от него не будет. Тем не менее, давайте поговорим о нас с вами. Мы с вами работаем, и у каждого из нас свой собственный опыт. Кто-то недавно в сельском хозяйстве и зерновыми работает, учится технологии, но большинство тех, кто выращивает пшеницу, они, как правило, и зерновые культуры, они прочно стоят на своих, называется, ногах, и у них хорошие проверенные технологии. В 2022 году мы собрали около 200 человек, агрономов, директоров, представителей хозяйств в Краснодаре и в Липецке, где смогли показать наш новый фунгицид Miravis Neo. Помимо этого, тем, кто не смог приехать на мероприятие, мы сделали онлайн-трансляцию, и в интернете, и сейчас уже посмотрели около 2000 человек. Тем не менее, сингента всегда стоит рядом со своими партнерами, с вами, потому что сингента работает для людей, и все наши направления — это помочь вырастить урожай, помочь получить хорошее качество и достойную эффективность. Если посмотреть на мир зерновых, то это тысячелетняя вообще история и генетика, которую мы с вами продолжаем по спирали изучать, и нас та же пшеница удивляет, потому что генетики создают более устойчивые сорта, более сильные, ценные сорта пшеницы, которые позволяют нам с вами получать и 100, и 110, и 120 центнеров с гектара. Поэтому появляются новые решения, появляются новые возможности и новые инструменты. Если мы с вами посмотрим на то, что говорят сейчас агрономы и представители хозяйств, все уже не просто хотят получить фунгицид, который будет лечить, хотят какую-то физиологию. Если посмотреть на новейшие продукты, которые появляются не только у компании Сингента, стробиурины и карбоксамиды, и триазолы, три основных таких класса, которые позволяют нам с вами посмотреть в будущее. Если уже сейчас мы видим виды септории, вернее, штамма септории, которые устойчивы к нашим с вами пунгицидам, эта проблема будет расти, и нам с вами нужно будет быть готовыми к этому. Помимо того, что мы с вами расширяем спектр нашей уверенности и защиты, фунгицид, который содержит, допустим, карбоксамид, триазол и стробиурин, позволяет нам защитить растение на всем его протяжении. Почему? Помните, нас в школе всех учили ЭПВ, пороги, и мы в институтах с вами, и четко придерживались первое время, когда стали работать на полях, фунгицид применяем только по определенным порогам. Правильно? Почему это было важно? Почему это важно сейчас? Это очень важно, когда у нас с вами в арсенале триазолы. Почему? Когда мы с вами обрабатываем растения триазолом, у нас триазол – это системные действующие вещества, которые физически уходят наверх новый прирост. Допустим, мы в начале трубкования обработали, триазол идет, защищает новый прирост. Внизу, в нижней части растения, триазола со временем практически не остается. Поэтому у нас и все растения, и все инфекции заходили снизу, и мы начинали с вами смотреть на вот эти сигнальные пороги. Когда появились стробилурины, когда появились карбоксамиды, мы с вами получили возможность защищать наши с вами зерновые на трех уровнях защиты. Потому что стробилурины и карбоксамиды сами по себе очень тяжелые. Они физически остаются в месте, куда попадают. Попал стробилурин и карбоксамид, он остается в этом месте и защищает именно место своего попадания очень долго и тщательно. Помимо того, что три преимущества, которые изображены на данном слайде, у нас есть разные фазы применения конкретных продуктов, таких как Миравитнео. Посмотрите, пожалуйста, на это видео. Это флаговые листья, которые просто физически закрепили булавками. Их обработали, а потом заразили септериозом листьев. Видите, в уголке, в верхнем, получается, левом, это дни. Растения стояли и снимала постоянно в режиме нон-стоп камера, как меняются растения, листья. Вы видите, что после 21 дня триазол сдает свои позиции, и это нормально. Если мы применили продукт, а потом полетела инфекция, триазол эффективно работает 3 недели. Все, потом он физически расходуется, и наши с вами посевы необходимо выходить и обрабатывать еще раз. Если мы посмотрим на листья, которые были обработаны, флаговые листья Миравитнео, мы видим, что септериоза на них нет. Это минимальная норма, это тот минимум, который нам дает вот эту защиту. Единственное, вот эта булавочка, которая перебила нам с вами проводящую жилку, и мы видим вот этот желтый след. Но это физиология, это физическое. Идет атрофирование проводящего вот этого пучка. Во всем остальном септории здесь нет. Ну и напоследок давайте мы с вами конкретно разберем физиологические фунгициды. Нам с вами позволят сохранить инвестиции, которые мы тратим в азот. То есть мы с вами купили азот. Азот может вымыться водой, дождем, может из-за жары растений не успеть его усвоить. Азот, как правило, усваивается львиной долей в корнях, но когда у нас с вами наступает темное время суток, в листьях, естественно, азот усваивается очень-очень слабо. Карбоксамиды и стробилурины – это физиологические фунгициды, которые заставляют растения забирать азот, который мы с вами вносим, и в темное время суток. То есть мы с вами видим на 20-30% фермент, который участвует в потреблении растением азота, работает более эффективно. Следующим физиологическим элементом, на который мы с вами можем повлиять, когда применяем такие фунгициды, как Мирависнео, на основе стробилурина и карбоксамида, это физиологический эффект, когда мы с вами готовим растения к жаре и к засухе. Если мы обработали растения фунгицидом, и через неделю, через дни 10, у нас паду восточный ветер, как в Ростове или Суховей, мы физиологически позволяем растению более комфортно пережить эти стрессы, сохранить влагу и, естественно, повлиять на сохранение урожая. Все физиологические фунгициды, стробилурины и карбоксамиды позволяют нам с вами получить зеленое растение даже тогда, когда у нас с вами нет заболеваний за счет прямого действия на хлорофилл. Мирависнео, как и другие свои похожие фунгициды, абоксамид и стробилурин позволяют нам с вами прямо действовать на хлорофилл, за счет чего у нас остаются зеленые листья. Чем дольше будет стоять зеленый лист, тем лучше у нас, естественно, нальет колос. Ну и четвертый физиологический аспект, на который мы можем повлиять именно фунгицидами на основе карбоксамидов и стробилуринов, это этилен. Не прямо на этилен мы снижаем выработку, мы действуем на фермент, который является ключевым в синтезе этилена. Растение, когда попадает в стрессы, когда попадает даже под прессинг патогенов, под жару и под засуху, начинает выделять этилен. Физиологически это вызывает в растении ряд изменений, и растение физически тратит на это свои силы. Так вот, с помощью физиологических фунгицидов мы можем снизить вот этот прессинг стресса и приостановить и уменьшить выработку этилена. Следующий физиологический аспект, на который мы можем повлиять с фунгицидом, это помочь растению снизить окислительный процесс. Помните, у нас очень часто с вами предлагают те или иные биологические добавки и витамины, говорят, выпейте, и вы будете лучше себя чувствовать и легче переживать всякие болезни. У растений тоже есть механизмы, которые отвечают за стресс. Когда растение попадает в сильные засушливые жаркие условия, когда растению не хватает влаги, в нем вырабатываются агрессивные формы кислорода, пероксидазы, всевозможные перекиси, которые очень существенно снижают иммунитет и состояние организма растения. Растения реагируют на это, и, естественно, идет снижение вала и снижение качества. Эти цифры, которые вы сегодня видите, это краткая выдержка из большой исследовательской научной работы, которая была выполнена в европейских институтах. Эту работу мы продолжим с нашими российскими учеными, потому что физиологам России очень интересно проверить на наших сортах, на нашей генетике, как физиологические фунгициды помогают нам с вами сохранить урожай. Поэтому есть фунгициды на основе триазолов, аминов, карбиндозимов, которые лечат и защищают наши посевы, а есть фунгициды, которые позволят нам с вами вернуть отдачу инвестиций, обеспечить более продолжительную защиту и получить физиологические эффекты. Это то, чего нет у привычных нам с вами триазолов. Ну и, наконец, хозяйство, которое серьезно специализируется на выращивании семеноводческого направления ведущих сортов, новых сортов книисха. Там были сорта, которые я первый раз вообще увидела в своей жизни, и на сайте книисха их еще нет. Посмотрите, как серьезно хозяйство кормит свою пшеницу. Они хотят получить, и цель получить 100 и больше центнеров высококачественного семенного материала. Естественно, с осени вносится хорошая подкормка сложными удобрениями. Весной двукратное внесение аммиачной селитры. И предшественник, достаточно серьезно вытаскивающий влагу из почвы. Тем не менее, с этим предшественником в этих условиях хозяйство получает достойные результаты. Нам была выделена вот эта вот задняя часть. Сорта были размещены вот так вот горизонтально, если смотреть отсюда, и перпендикулярно к дороге. Это разные сорта озимой пшеницы. Здесь вариант хозяйства, который был применен в схемах хозяйства. А здесь нам дали возможность заменить один элемент в защите посева, в защите этой интенсивной ценной пшеницы от заболеваний. Смотрите, как серьезно хозяйство относится к своей пшенице. Мы видим четыре фунгицидных обработки. Хозяйство работает только максимальными нормами расхода. Достаточно сильный, серьезный стробилурин с триозолом. Через неделю хозяйство зашло, почистило какие-то тонкости с триозолом, также в полной норме. Почему это делается? Зачастую, когда мы в первую обработку с вами выходим с тяжелым стробилурином, стробилурину нужно время. Поэтому хозяйство помогает своему посеву. Через неделю выходит работать еще и с триозолом. В фазе флагового листа основная фаза, когда мы можем сохранить уже сформированный листовой аппарат, хозяйство применяется на своей половине поля. Фунгицид на основе триозола и амина. Нам позволили в эту фазу зайти с фунгицидом Мерависнео. И, естественно, это фузориозоопасная зона, где был применен фунгицид для защиты от заболеваний колоса. Посмотрите, пожалуйста, на снимок, который был сделан незадолго до уборки. Чем краснее цвет вот этих вот делянок и сортов, тем желтее уже стояла пшеница. Да, здесь есть сорта, которые раннеспелые. И мы это видим, вот сорт номер пять. На варианте, на той половине, где был Мерависнео, также присутствуют раннеспелые сорта, физиологический и физический. У них темпы и, естественно, промежуток времени и развития намного короче, чем средние и позднеспелые сорта. Но, тем не менее, мы видим с вами, отдача от стробилурина и карбоксамида показывает нам, что эти растения, которые сейчас у нас более зеленые, они больше будут способствовать наливу и созданию действительно полноценного зерна. И результат. Три группы сортов. Первая группа сортов, где разница, в принципе, один элемент поменяли, а разница мы получили 4%. Довольно распространенный сорт Безостая 100 и Граф. Пониже колосок – это хозвариант, колосок повыше – это там, где был применен Мерависнео. Это одна группа сортов. Следующая группа сортов, которая показала разницу уже от 4 до 6 центнеров. Мы видим, что это такие сорта, достаточно распространенные, выращиваются не только в Краснодарском, Ставропольском и Ростовской области, но Ахмат – достаточно распространенный и интенсивный сорт, который шагает большими темпами и по всей нашей остальной стране. И, наконец, третья группа сортов, где мы видели, что эти сорта даже с 4-х кратной фунгицидной защитой болели, мы получили максимальную отдачу. Посмотрите на потенциал сорта того же Аграфак. Почти 99 центнеров получает хозяйство. Меняя защиту с привычной нам с вами лечебной на помощь на физиологическом уровне, мы позволяем реализовать максимальный потенциал сорта. Поэтому, если ваше хозяйство, ваше предприятие подошло к своему определенному потолку, и вы хотите получать больше, вы, естественно, обращаете внимание на генетику, обращаете внимание на усиление питания, на дополнительные тонкости и фишки технологии. Это все позволяет раскрыть максимальный потенциал сорта. Завершая свое выступление, мне хочется пожелать вам всем хороших, отличных урожаев, мирного неба над головой и здоровья. Спасибо. Мария, ну ты не уходи, пожалуйста, у меня есть к тебе вопрос, если позволишь. Мария, а как ты считаешь, что лучше, высокий урожай, о котором часто говорят, или стабильный из года в год урожай? Коварный вопрос. Стабильно высокий. Так, еще и качественный. Да, я хотела только добавить, а еще и качественный урожай. Продолжение следует...